приветствую вас дорогие мои друзья приветствую постоянных зрителей и новых подписчиков не забудьте подписаться кто не подписан тема сегодняшней нашей свечной магии это любовная магия свеча на любовную гармонизацию вот такая вот она свечка будет как ее заливать как ее делать расскажу но и плюс посмотрим что на выходе что добавлять туда естественно без каких-либо заговоров показываю потому что заговорами и это все индивидуально так что нам нужно сделать как всегда берем вот такое сапожное шило как всегда у нас заготовлен воск еще и заготовила лепестки розы и мы уже берем завощённый фитиль свеча для гармонизации немножечко вывернем молду если в отношениях сложности трудности проблемы заказывают обычно те кто пытается с этими проблемами справиться чтобы дома отжечь я здесь отливаю заряжаю и что называется запускаю продели мы нашу нитку наш фитиль фитиль провощённый лучше конечно использовать провощённые фитили с ними удобнее выворачиваем молду приводим так сказать все в порядок центрирую заливать будем вот так так это у нас на гармонизацию свеча будет у нас красная мы заготовили еще и красители красители эти подходят как для вот так для эпоксидки поэтому мы еще и заготовили белый воск так что у нас по поводу травы которые мы сегодня будем добавлять самые обычные стандартные самые сильные на любовной магии сделаны это же конечно же лепестки роз и не буду толочь их буду просто меленько вот сюда вот сыпать сразу когда будет топиться будет пропитываться для тех кто не знает кто заказывает такие свечи да так как много каких-то сухих элементов ингредиентов они тоже горят вот эти вот вещи хоть пропитанные провощённые там становятся не загораются поэтому конечно же свеча это ни в коем случае не жжется мы не засыпаем да на под гдением где им не жжется такая свеча когда мы спим то есть можно находиться дома что-то как-то там делать какие-то дела желательно не включать никакие гаджеты никакие телевизоры и компьютеры так как прямо прямо с этой свечой где так мы берем лепестки красных роз бордовых роз и белых роз белые розы невинность бескорыстность безусловная любовь и отдавание красные розы конечно же страсть любовь бордовые розы и их лепестки чем хорошие в плане цвета и отжигания тем что бордовый ближе к фиолетовому это благородное чувство это для того чтобы вывозить терпеть рутину и бытовые вещи поэтому тут такие бордовые розы да не так под фиолетовыми микрирует чтобы просто помогать переживать сложные моменты в жизни именно для этого я беру такие цвета для гармонизации в отношениях чтобы были сложные периоды пройдены чтобы их можно было пережить воск я уже говорила в прошлых видео о том что я беру снимаю со свечей у меня получается два в одном и феи его щеный фитиль и еще так дешевле воск я беру натуральный завода давайте посмотрим по объему сколько нам хватит или еще надо примерно должно быть немного распределим что у нас получается ну в принципе хватит поставим на растопку все это растопится в предыдущих видео я показывала как она топится но думаю в этом видео не буду показывать потому что и так понятно что она растопится мы скорее всего будем уже заливать ну и наверное краску мы уже добавим мы будем смотреть какой замес краски уже будет по факту сколько нам надо будет добавить потому что смотреть будем уже по цвету чтобы у нас цвет нужный необходимый все таки был в принципе у нас красный алый будет так как свеча любовная мы делаем напоминаю свечу на любовную магию на гармонизацию отношений это не приворот это все-таки о гармонии в душе и в сердце и с тем человеком с кем вы живете это касается отношений личная гармонизация и личное пространство это уже другие свечи тоже помогающие проживаться развиваться и создавать результаты и это конкретно свеча который мы делаем на результат в любви в отношениях и естественно свеча для тех у кого уже отношения есть потому что иногда бывает просит на гармонизацию чтобы дороги открыть на отношения это немного другая свеча поставила на водяную баню наш воск и он уже из белого даже приобретает розоватые оттенки бежевые оттенки за счет конечно же лепестков роз за счет того что они имеют свой естественный краситель и уже какие-то розовые оттенки пошли поэтому я люблю использовать розы это не только для так сказать магии но и для цвета да ну и вообще самого по себе понятия красный цвет это конечно же у всех цвет страсти и цвет жизни давайте чуть-чуть уже красочки добавим красителя перемешаем пока достаточно будем смотреть за консистенцией уже красиво уже такой прямо таки супчик 3 капли и готова так мы сняли с плиты из горячего с огня нашу волшебную смесь заговорили проговорили и теперь будем заливать уже чувствуется запах и аромат роз так как у нас это оседает на дне приходится добавлять отдельно нашу смесь и туда равномерно скажем так впечатывать чтобы там равномерно тоже все распределилась очень быстро высыхает и аромат конечно же с розами натурального воска просто великолепно чуть-чуть чуть-чуть добавим наверное не у будет так как все это сгорает свеча потом шипит поэтому надо бдеть и я оставлю на фольгу но по идее что можно еще сделать вам тоже когда будете отжигать такой свечу ставить ее на фольгу так нам нужен центр где наша гребеночка ловим ловим все-таки центр нам нужен да так вот так вот так вот так ищем равновесие чтобы поставить и оставить это пока в покое так отлично давайте посмотрим поближе вот такая она получилась красиво так смотрим наш свеча застыла но у нас такая розовенька получилось розовый это хороший благородный цвет это не такая да мега страсть которая все поглощает это скажем так уже такая благородная любовь любовушка гармонизация отношений туда чуть-чуть воздух загоняем вытаскиваем в принципе это надо делать очень аккуратно не буду вас мучить давайте перейдем к результату в общем еле сняла я вот эту молду она очень трудно снимается ее приходится прям выворачивать выкручивать вот так вот скручивать долгий операционный процесс довольно таки аккуратный в общем то вот что у нас получилось просто великолепная такая фигура мужчины и женщины они как одно целое как бы вот в одеяло такой завернуты осталось эту свечу зарядить и в принципе все она будет работать потому что необходимые травы с заговорами во время варенье были произнесены в следующем видео я покажу свечу на общую гармонизацию на гармонизацию в семье для семьи а это конкретно свеча на гармонизации в любви именно в паре именно в отношениях ставите ее ставите на фольгу на тарелку потому что воск может растекаться и потом воск надо утилизировать чтобы не осквернять на потому что это же высшим силам скажем так заказ был заряжен тут розочки видно пахнет и воском и розами в общем очень интересный да скажем так сливаются тут они в одно целое и тут еще такая спираль которые скажем так развиваются отношения что все таки они вместе да и друг без друга жить не могут и трудности проживут только вместе чтобы все трудности которые встречались в отношениях отжигались до что называется и была любовь и гармония ну что кто не подписался подписывайтесь не забываем ставить лайки в комментариях пишем как вам понравилось свеча и конечно же жду вас на заказы спасибо 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 Продолжение следует...